на ремонте вот такая печка. она и газовая сверху и электрическая духовка называется модель fcmw не очень фокусируется 68020 в чем поломка обращаю ваше внимание что вот здесь я уже самостоятельно переключаю вот это выключенное состояние и потом включаются различные режимы это вот все режимы нижняя вентилятор верхняя оба нижней и верхней тут вместе с вентилятор нижней верхней с вентилятором но суть в чем что на любых режимах не нагревается внутри ни низ ни верхние цены вентилятор не работает ну и предварительный диагноз вот здесь стоит пакетный переключатель питание попадает потому что в принципе загораются правильно но потом после пакетного переключения силовые контакты где-то отгорели разбираем для того чтобы попасть сюда нужно снимать верхнюю крышку верхняя крышка снимается откручиваются все винты возле каждого по два винта и тогда верхняя крышка открутиться и мы доберемся до вот этого пакетника скорее всего так да после того как мы верхнюю верхнюю крышку открутим тогда уже можно работать и и и уже с этими выключателями приступаем к разборке значит возникла проблема некоторые винты с нормальным значит винты под крест приставовую отвертку где шлицы нормальные там открутилась но кто-то уже откручивал видно неоднократно шлицы полностью сбиты и открутить невозможно что сейчас делать буду думать скорее всего возьму пропиляю здесь под плоскую отвертку место и буду откручивать плоской отверткой ну как-то буду выкручиваться и так на ремонте вот такая печка газовая плюс электрическая духовка называется она ханса модель не просто ее назвать значит модель fc mw не знаю сфокусируется тут так хорошо или нет как то так 68 020 значит диагноз при включении при включении подает признаки жизни загораются лампочки 1 2 то есть он делает как бы питание попадает на пакетник здесь специальные командные переключатель питание попадает и какое-то даже выходит но на тены вряд ли сгорели все сразу тены здесь есть внизу есть два у верху и есть вентилятор при переключении ничего из этого не работает не когда вот включаю два нижних не два верхних тут один постоянный один то включается то выключается не вентилятор ничего не работает поэтому скорее всего дело в пакетном переключателя для того чтобы до него добраться нужно снять верхнюю крышку заднюю показана открывать не будем скорее всего там все в порядке но тут возникла проблема чтобы снять верхнюю крышку нужно по два винта возле каждой горелки открутить и те винты которые хорошо откручиваются не сослеженными крестовыми шлицами открутились нормально но вот некоторые пришлось разрезать сбит крест и я с помощью вот такого инструмента кто-то дремель его называют кто-то по-другому значит что нужно нужно вместе ну например там где расходится крест сделать пропил под плоскую отвертку значит одна там где она не плотно выкрутилась а вторая у меня я поспешил и она выкручивалась и обломался это такая проблема теперь нужно высверливать что-то делать что я посоветую не спешите откручивать если слышите что туговато чекайте какой-нибудь в дешкой смазка на протекте и раз расхаживайте так чтобы не остался конец там это очень важно потом это еще займет больше часа времени на то чтобы этот вопрос решить ну а так в принципе просто очень быстро в течение одной минуты можно сделать надрез уже не буду могу в принципе показать значит включаем и пилим включу розетку с одной потом желательно с другой стороны чтобы наклон пропила выровнялся ну собственно все несколько секунд и хорошей отверткой с хорошим с хорошей битой откручиваться тоже что-то немножко плотновато поэтому буду потихонечку пшикать и расхаживать взад вперед потому что одно мне уже нужно одно я уже запорол ну короче займет это какое-то время итак я открутил этот винт нелегкая была задача туда-сюда необходимо было долго но дело пошло особенно когда я так немножко приподнял крышку она так немножко приподнимается и с этой стороны пшикнул прямо на резьбу на конец резьбы я так она немножко быстрее подалась значит для того чтобы открутить она откручивается вместе с крышкой тут она подпружинена значит с обратной стороны пружины пружины они фиксируются в корпусе пружинки снимаем и откручиваем крепление еще два винта и тогда крышка снимется все теперь снимаем крышку и будем смотреть что у нас внутри значит крышка вынимается просто здесь она никак не крепится может у некоторых застыть заржаветь но она просто вынимается но и сзади есть два винта один и второй заднее крепление и тогда крышку полностью можно снять что мы имеем имеем доступ к командному аппарату командный аппарат здесь сейчас будем разбираться куда подходит питание где может быть плохой контакт немножко больше освещения и сейчас будем во всем разбираться итак я разобрался в проблеме свет в духовке горит нижняя греется вентилятор дует наверное должно слышно и верхняя тоже нагрелась одна из верхних тут 1 время временно 1 постоянно горячая значит проблема все таки конечно в командном аппарате но но специфическая ничего не отгорело значит я сейчас попробую показать считаем с правой стороны вот первое получается 1 и 2 контакт 1 2 контакт завис в разомкнутом состоянии он размыкается только во время выключения у него видите там где вот это вот широкая такая широкое ребро это значит он почти все время выключены а тут всего один в одном месте бугорок и это он нажимается и размыкает контакт только когда на 0 все остальное время он должен быть включен и вот он в этом выключенном состоянии значит между двумя контактами правой той стороной и этой контакт такой подвижный бугородчик нажимает на контакт он уезжает вниз и размыкается и вот как-то он там завис в том положении я его отщелкнул и сейчас она работает но проблему это не решает в том смысле что он может снова зависнуть сейчас буду смотреть что можно сделать чтобы вернуть такое состояние подвижности может быть пружинку сейчас буду разбираться с самим аппаратом и так пришел новый переключатель в принципе написано что оригинал точно такой же как этот модификация немножко по-другому выглядит впереди металл но чтобы поменять нужно просто отсюда контакты вытаскивать сюда вставлять проверять чтобы эти контакты были плотно вставлены потому что от этого будет зависеть нагрев контакта ну собственно и все сейчас отсюда выбираю туда вставляю и собираю в обратной последовательности и так я собрал уже перестарил на новый собственно суть проблемы в том что сейчас покажу должно сфокусироваться значит из-за перегрева контакты начали телепаться они почернели с этой стороны немного поплавилось и начали телепаться вот этот вообще очень телепается из-за этого выдвинулись контакты и уже нет четкого плотного плотной фиксации контакта собственно вышел из строя это показать может быть сбоку вот так в этом проблема все теперь собираем можно будет пробовать запустить так я установил уже временно все на месте стоит временно так поставил для того чтобы протестировать загораются лампочки вентилятор работает лампочка работает сейчас поставлю так чтобы работал оба вот и верхний и нижний тэн и вентилятор ну и так будет видно что все работает значит вентилятор работает тэн один один из тэнов слышно шум шипит или короче нижний работ верхний работает а нижний он не сразу прогревается нужно подождать ну вот в этом месте уже тепленькая по сути дела уже начинает горячить ну собственно все и так хотя теоретически можно было подковырять этот старый его уже кто-то ковырял но он растелепанный уже из-за того что поплавился надежно уже его нет ремонтировать можно было поджать немножко усики разжать чтобы он немного не так телепался это было на какое-то время хватило для себя это можно сделать но для клиента это не красиво потому что она скоро выйдет из строя и будет нужно отвечать за ремонт таким образом я заканчиваю ремонт этой печки напомню что это было ханса подписывайтесь на канал с помощью несложного ремонта можно и обыкновенными инструментами обходиться для того чтобы восстанавливать любых принципе бытовую технику кроме отдельных случаев но это тоже вот в данном случае это тоже несложный ремонт по цене по закупке что-то около 10 долларов стоит этот переключатель даже там наверно 8 поэтому подписывайтесь на канал увидимся на канале и будем рассматривать ремонт и еще чего-нибудь